Как правильно наложить повязку на рану? Как за 15 секунд собрать и разобрать автомат? Как ответить на непростые вопросы, касающиеся советской и российской армии? Эти ребята легко справятся со всеми поставленными задачами, потому что они участвуют в игре «Зарничка». Ежегодное мероприятие прошло в центре «Лесная сказка». Конкурсы медсанбат, шифровка, снайпер, зная оружие, а также смотр строя и песни. Это и многое другое ожидало 30 отрядов из 20 школ. Наложить, мы берем, можно либо жгут, либо ткань, что-то, чтобы сильно-сильно передавить. Тугую повязку. И мы кладем бинт, тугую повязку, выше раны кладем ее, чтобы передавить там все, и кровь не текла, она остановилась. В одном из конкурсов ребятам нужно суметь попасть в мишень. Давайте посмотрим, получится ли это у меня без малейшей подготовки. Увы, все же нужно готовиться. Конкурс организован центром «Лесная сказка» при поддержке Комитета по образованию, администрации округа и воинской части номер 42-829. Приближается великая дата 75-летия победы советского народа в Великой Войне. И в преддверии этой знаменательной даты очень важно, чтобы уже заранее проводилась работа с нашим молодежью, со школьниками. Сами ребята, принявшие участие в игре, уверены, что всевозможные полезные навыки, которым они научились, наверняка пригодятся им в будущем. Все готовятся к будущему. Почему? В разной могут быть ситуации. Ну вот тебе лично, для чего это нужно? Ну, для, допустим, в армии пригодится. Победителями игры «Зарничка» в каждой возрастной категории становятся отряды, набравшие наибольшую сумму баллов в конкурсах. Они награждаются грамотами. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.